Баскетбол, волейбол, беговые дорожки, футбольное поле, соответственно будут трибуны расположены, и стоящий уличный тренажер. Это в перспективе. А пока что у школы 58 площадка только усыпана щебенкой, местами установлены бордюры. Работа по превращению пустыря в новую спортплощадку идет полным ходом. Даже в выходные, говорит подрядчик. Факот нужно сдать через полтора месяца, подгоняют депутаты. На территории Рязанской области нет таких школ с такими объектами. Это будет первый, можно сказать, пилотный объект, Факот. Это физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. И еще раз, несмотря на сложную обстановку, в стране очень замечательно, что в стране реализуются такие проекты. О том, что 58 школе нужен физкультурно-оздоровительный комплекс, заговорили в прошлом году. Учится тут больше 1800 детей. На всех всего 280 метров спортзала. Хотелось бы, говорят, побольше. Теперь на пустыре появится футбольное поле 30 на 60 метров. Плюс волейбольное, баскетбольное. Все с искусственным покрытием. А на двух площадках для воркаута и вовсе будет покрытие из травмобезопасной плитки. В общем, на радость не только школьникам, но и жителям района. Вход обещают сделать открытым. Вслед за этим объектом будут реализованы и другие объекты, которые вошли в народную программу. Очень важно, что эти проекты реализуются на федеральном уровне, на региональном уровне, в том числе и на муниципальном уровне. Это, еще раз говорю, позволит ученикам школы активнее заняться спортом и физической культурой. Но это не только для учеников. Эти площадки будут открыты для жителей, скажем так, домов, которые прилегают к этой школе. Помимо спортивных объектов здесь появится освещение и озеленение. Задача ускорится. Сдать объект нужно вовремя, говорит депутат Госдумы Андрей Красов. Дата окончания работ в паспорте объекта – 17 ноября.